Как только нас не зазывают на это голосование, в ряде городов, включая Москву, призы, подарки обещают разыграть для пришедших на участки, причем нехилые такие подарки от мобильных телефонов и компьютеров до квартир, вот это ничего себе, а говорили бюджеты треснут или вот работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда? И вот на этой истории предлагаю остановиться, разобрав ее на атомы, почему на ней, ну в розыгрыш квартиры не каждый поверит, а здесь, к слову, расчет сделан правильно, потому что из получаемой информации человек запоминает только 10%, ну там плюс-минус, а яркий заголовок это гарантия, что запомнят именно его, впрочем, не радуйтесь особенно, поскольку даже такая мелочь, казалось бы, тоже чистой воды обманут. Как, впрочем, и вся эта афера. Содавайте, спросим у народа. Итак, открываем эту статью, читаем. Поскольку день голосования, а это как раз 1 июля, президент объявил выходным, то согласно Трудовому кодексу, заработная плата в такой день начисляется по двойному тарифу и выше, то есть сенсации-то нет никакой. Но вон им и кроется искусство работы грамотного политтехнолога. Они всеми правдами и неправдами подчеркивают значимость этого дня, типа особенная дата, вон, смотрите, даже повышенная плата труда для нее предусмотрена. И вы уже забыли, что таких дат в течение года бывает огромное количество. Ну что, никто из вас никогда в выходной не работал. Здесь особый случай. Нужно вбить тебе в голову, что 1 июля это что-то магическое, волшебное. Как волшебство новогодней ночи мы верим, так и в день голосования должны уверовать, соответственно, захотеть пойти на избирательные участки. Так вам все еще кажется, будь то ребятишкам там нужна не массовка, а голоса. Ага, начинаем. Еще раз, друзья, все, что от вас нужно, просто ваше присутствие. Своим появлением на участках вы как бы легитимизируете всю процедуру, чтобы можно было затем сказать, Россия не захотела оставаться безразличной и не отвернулась от своего национального лидера. Итог. Народ в едином порыве поддержал вынесение изменений в Конституцию, предложенной амператором. Все. А голос свой можешь оставить дома. За тебя все сделают как надо. Тем более в этот раз и голосовать нам можно целую неделю. В том числе дома и по почте. И паспорт даже не нужен. То есть пару-тройку раз. Можешь волей изъявиться, не вставая с дивана. Еще раз пять. На участках красотища. Конституцию мы таким вот образом собрались принимать. Будущее страны определяется. Хотя почему определяется? Я уже много раз следующую запись показывал. Ну давайте еще раз продемонстрирую. 20 марта 2020 года. В кадре председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Памфилова Элла Анатольевна. Единственный человек в стране, который уполномочен объявлять результаты того или иного голосования. Наслаждайтесь. Уже и так мы все понимаем, что уже та процедура в соответствии с ныне действующей Конституцией, которая проходила, она уже легитимизирует те поправки, которые приняты. Она абсолютно легитимна, уже исходя из того, что легитимно избранным Государственной Думой и Советами Федерации и нашими легитимно избранными законодательными собраниями субъектов Российской Федерации двумя третями, тремя четвертями и двумя третями приняты уже этот закон, приняты эти поправки. Уже сам по себе этот процесс легитимен. Чтобы окончательно расставить все точки над «и», давайте совсем на пальцах и закончим на этом. За окном июнь, 2020 год. О том, что этот самый 2020 год наступил 1 января или 5,5 месяцев назад, очевидно любому нормальному человеку, нет? А вот теперь представьте себе индивидуума, который сейчас в середине июня нарядил елку, поскольку не нарядил ее в декабре и свято верит, что если он через две недели, у ночь с 30-го на 1-е, под бой курантов, шарахнет шампанского, то 2020 год наступит в июле, а прошедшие полгода обнуляться представили. Чем пахнет в данном случае дуркой, да? Ну теперь-то дошло. Это реальная журналистика. Не пора ли нам проснуться? Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! А пока нам с вами забивают голову всяким ненужным информационным шумом, вроде важности принятия вот этих вот поправок, страна захлебывается в настоящих проблемах, последствия которых, к слову, до сих пор сложно предугадать. В Красноярский край давайте переместимся. Там произошла экологическая катастрофа. Напомню, тысячи тонн дизельного топлива попали в водоемы и растекается сейчас эта отрава по всему региону, убивая на своем пути все живое. Пропагандисты ради поднятия рейтингов великого кормчего, а они падают в последнее время жестко, пару дней об этом поговорили. Показали даже как главный песочет тамошнего губернатора, как кота помойного прям. Поэтому прогнозировать, что это пройдет успешно и в рамках 14 дней, я, к сожалению, не могу. Доклад закончен. Ну что доклад-то, это и закончил. А что делать? Вы же губернатор. Значит, секундочку. Прошло две недели и каковы результаты? В смысле, кто виноват и что делают? Ну давайте посмотрим. Последствия аварии все еще разгребают. Разгребать, уверен, будут долго. Конкретики нам никто не даст. В обозримом будущем точно все, что там происходит сейчас, в строжайшем секрете держится. Угадайте, почему. Дальше. В минувший четверг, как курат в канун главного государственного праздника, кстати, в отношении мэра Норильского возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Чиновник якобы не своевременно сообщил о случившемся, не ввел режима ЧС и бла-бла-бла. Кстати, по сей день человек продолжает исполнять мэрские обязанности. Днем ранее задержали двух руководителей главного инженера, той несчастной ТЭЦ. Это все? Задаю ее вопрос. Это все? Вот такие действия были предприняты в ответ на якобы гневное возмущение целого президента страны. Следственным комитетом России продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств разлива нефтепродуктов из резервуара хранения дизельного топлива в Норильске. А по-моему, это называется «назначили крайних», а их реально назначили похоже. Потому что я никогда не поверю, что вот этот вот мэр Норильска, например, сразу не прочухал, в какую задницу они вляпались. Да могу поспорить, чиновник тот, Ахмедчин, уже через час после произошедшего прекрасно осознавал масштабы бедствия, а посему наверняка начал звонить наверх. Бить во все колокола, трубить во все трубы, мол, господа, старшие товарищи, что делать? А ему что-то мне подсказывает, что так и было, мол, сиди пока, помалкивай, мы примем решение, сообщим. И только мы знаем, проблема вылезла наружу и без чиновников. То же самое можно сказать и про попавших под раздачу пешек из ТЭЦ. Вот этих могли, кстати, и не назначить крайними, а просто подставить и слить. Судите сами. На той ТЭЦ все постройки оборудования 70-х годов прошлого века рассыпались эти резервуары. Думаете, вот эти вот трое не отдавали себе отчета, что однажды Весь их карточный домик рухнуть может. Не сообщали обоном в руководство Норникеля. Но мы же понимаем, что все это ерунда. Наверняка сообщали, их тупо посылали. Просто данные товарищи равно, как и мэр, на которого дело завели, но ли без палочки. Ничего не решающее, как скажут большие боссы. Для одного это губернатор РУС. Для других дяденьки из окружения Потанина так и будет. А как только запахло жареным, повторюсь, бедолаг тупо слили. Теперь на ребят, скорее всего, навесят всех собак, объявив главными злодеями. Дело благополучно закроют, доложат наверх о хорошо проделанной работе. По ящику всем нам расскажут. Ах, если бы не Владимир Владимирович, а на самом деле для вас, дорогие красноярцы и норильчане, ничего не изменится. Ждите очередных приветов от своих олигархов, если, конечно, вот от этих приветов к тому времени оправиться успеете и не вымрете, как мамонты. А впрочем, почему только норильчане и красноярцы? Да это всех нас касается. Хотя вот вы знаете, скажу, наверное, как по телевизору, как Безруков, как Машков, как Рожков из уральских пельменей. На самом деле, если все вместе 1 июля мы пойдем на избирательные участки и проголосуем за поправки в Конституцию, то всего этого больше никогда не будет. Ну, потому что сегодняшняя Конституция, она мешает противостоять всем вот этим вот олигархам. Коррумпированным теткам из организации вроде Росприроднадзора мешает губернаторам честно исполнять свои обязанности, следователям работать в соответствии с присягой. Вот как только пропишут в основном законе страны фиксированный размер мрот, когда напишут, что статус русского языка не зыблем, что семья это папа и мама, он и она, и никак по-другому все. Все. Никаких больше катастроф. Коррупция исчезнет навсегда. Кризис нафиг закончится. И, кстати, мне вот дождь очень нужен на даче, а то жара, засуха. Точно. Вот если я проголосую за поправки, то дождь будет идти тогда, когда мне это будет нужно. Поэтому пойду-ка я готовиться к тому важному голосованию, а вы держитесь здесь. Всего вам доброго, хорошего настроения. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. На моей страничке в Ютьюбе ссылка сверху. Больше серии этого сериала. Заходите, просвещайтесь, подписывайтесь. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим. Спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok